Итак, в преддверии весны открыт для себя новое, яркое и уникальное предлагают организаторы концерта удивительного фольклорного театра «Айкай» из Удмуртии. «Айкай» — это праздник, «Айкай» — это радость, «Айкай» — это весеннее пробуждение природы, так гласят древние легенды. Чем порадуют артисты завтра, узнаем о нашей гости Марине Ивановой, исполнительного директора национально-культурной автономии Удмуртов Республики Татарстан. Доброе утро! Доброе утро! Марина, ну давайте мы сначала разберемся с названием фольклорный ансамбль «Айкай». Как переводится? Есть какой-то перевод у этого слова? Ну, сам ансамбль переводит значение, как правильно сказала Светлана, это миг, что-то такое прекрасное. Но есть, в Татарстане существует легенда, да, то есть откуда это вообще пошло? В Татарстане или в Удмуртии? В Татарстане. Бавлинские, то есть бавлинские Удмурты – это легенда бавлинских Удмуртов. А девушке Айкай, которая стала защиту своего народа от злого духа, она молила Всевышнего Бога, получается, нашего, да, то есть Инмара, с просьбой о том, чтобы народ ее спасся. И в итоге Бог сделал так, что превратил ее в гору. И вот эта гора, она до сих пор стоит. И тут стоит в Бавлинском районе, в селении, где живут наши Удмурты, вот, и каждую весну молодежь туда ходит, поет песни. То есть праздник какой-то определенный есть? Да, есть праздник, он сохранился до сих пор, это очень-очень красивая традиция. Так, это действительно любопытно. Как я люблю такие. Едем в Бавлые выходные, все. Сказки, можно сказать. Мы вас приглашаем летом, летом обязательно. Но пока, как говорится, вы у нас, поэтому давайте про программу ансамбля «Молодой коллектив», но уже есть слава какая-то, да, у театра? Ну, как сказать «Молодой коллектив», то есть он в 90-м году был создан, то есть ему уже почти что 30 лет. Есть молодой состав, есть люди, которые уже давно получили звание заслуженных артистов Российской Федерации, Республики Удмуртия. Это, если говорить о программе, то это очень уникальный коллектив, потому что, во-первых, артисты этого коллектива, они взаимозаменяемы и взаимодополняемы. У них нету конкретно, например, направления, чтобы люди конкретно занимались, например, музыкальными инструментами, да, там, или только танцевали. Они полностью все это делают, то есть они сами и танцуют, и поют, и сохраняют именно аутентичную культуру удмуртов, всех удмуртов. То есть в основном у вас направление такое творческое, это все-таки вот какие-то обрядовые традиции, возрождение обрядовых традиций? Да, в том числе. В том числе, а что еще? Это даже не возрождение обрядовых традиций, да, а вот именно сохранение, наверное, больше, то есть демонстрация того, что есть. То есть у вас исключительно народное, фольклорное или еще какие-то есть современные, может, направления? Современные, я бы не сказала. Есть песни других народов, так скажем. То есть Айкай приезжает и везет сюда программу частично на татарском языке. То есть как бы для удмуртского коллектива вести программу на татарском языке, ну, вот такое вот взаимопроникновение наших народов существует. Много гастролируете? Мы правы, да? Да, Айкай, наверное, самый именитый из всех ансамблей, которые существуют в Удмурте, да, как удмуртский ансамбль. Он, ну, за границей его очень хорошо принимают и знают. Это финно-угорские страны, как Венгрия, Эстония, Финляндия, да, то есть и не только. Ребята были и в Париже, ребята были и в Швеции, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть его очень хорошо принимают там, потому что как-то вот если мы в России здесь живем, у нас эта аутентика еще сохранена, то есть мы к ней тепло относимся, то в европейских странах уже... Диковинка, да? Да. Там вот тоже, там, это вот диаспоры какие-то, или что, или прямо совершенно вот действительно приходят... И на каком языке? На каком языке? Да, как понимают? А, на самом деле люди приходят просто посмотреть культуру. Культура же это язык мирового общения, поэтому я думаю, что не обязательно знать даже язык. Просто посмотреть на эти красивые костюмы, посмотреть на эти обряды, что они делают, как они танцуют, как они поют. Ну, они приходят посмотреть на это, то есть приходят люди разной национальности, собственно, как и в Татарстане здесь. Ну, вот это и здорово, на самом деле. Мы языки других народов, мы про это уже начали говорить, да, на татарском языке есть какая-то часть постановок. Еще какие-то языки используете? Русский. Ну, в частности, в заграничных поездках. Русский, венгерский. Венгерский? А насколько он похож на удмуртский? Ну, сложно. Уже не очень. Угорская. Угорская, просто немножко другая. Та же языковая семья, просто немного другая группа. Да, и давайте поговорим о завтрашнем событии все-таки. Да, Марина, давайте поподробнее про завтрашнее наше мероприятие рассказывать, и что будет. Что зрители наши увидят? Зрители увидят обширную фольклорную программу. Ребята будут показывать фольклор, традиционный фольклор удмуртских удмуртов, уж так скажем, извините за тавтологию. Также фольклор татарстанских удмуртов, там болтасинские у нас будут напевы звучать, будут болтасинские обряды. Также мы увидим бавлинских, скорее всего, удмуртов. И закамскую зону, то есть это башкирские удмурты. Вот, ну и будет татарская программа в том числе. Это будет очень интересно. Будут также песни на русском языке, так как есть небольшая часть. Так что приходите, я думаю, будет интересно. Не только вокал, да? Не только вокал, да. Песни, танцы. Песни, танцы, игра на аутентичных удмуртских инструментах, что тоже может быть очень интересным. Это как все пронизано сюжетом одним? Да. А, еще и история. Да, это театрализованная история. О, отлично, отлично. Спектакль музыкальный. Все, идем, 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 идем. Марина, спасибо большое, желаем им удачи. Желаем возвращаться к нам. Рада всегда видеть наших соседей.